Статья о церковном праздновании о славянской обрядности СМ, статью воздвижения воздвижения честного и животворящего Креста Господня, праздник, отмечаемый в исторических церквях, принадлежит к числу господских двунадесятых, установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы, место распятия Иисуса Христа, С 7 века с этим днем стали соединять воспоминания о возвращении животворящего Креста из Персии византийским императором Ираклием, название праздника обусловлено обычаем церкви на Востоке, восходящим к 4 веку, ритуально воздвигать крест во время богослужения, празднуется русской православной церковью, а также старостильными и некоторыми поместными православными церквами 14 сентября, а поместными церквями, перешедшими на новоюлианский календарь и католичными, церковью 14 сентября по Григорианскому календарю, армянской апостольской церковью, воскресенье, выпадающее в промежуток между 11 и 17 сентября, история праздника, обретение креста. Крест был найден приехавший в Палестину матерью императора Константина Великого Царица Еленой и Иерусалимским епископом Макарием. В результате раскопок была найдена пещера Гроба Господня, а неподалеку от нее были обнаружены три креста. Крест Иисуса Христа был определен тогда, когда больная женщина, на которой их поочередно возлагали, получила исцеление. По другому преданию от соприкосновения с этим крестом воскрес умерший, которого несли по улице для погребения, царица Елена ознаменовала место, связанное с земной жизнью Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме, месте Рождества Христова. На горе Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед своими страданиями и где была погребена Божия Матерью. После успения Константинополь Святая Елена привезла с собой часть животворящего древа и гвозди, равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь воскресения Христова. Включавший в себя и гроб Господень и Голгофу, храм строился около десяти лет. Святая Елена не дожила до освящения храма, она скончалась в 327. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было праздновать воздвижение честного и животворящего креста, возвращение креста. В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с крестом Господним, его возвращение из Персии после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. Персидский царь Хозрой II в войне против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен животворящий крест господений патриарха Захарию. Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии, который с помощью Божией победил Хозрой и заключил мир с его сыном. Христианам была возвращена их святыня. Крест Господень с великим торжеством животворящий крест был принесен в Иерусалим. Император Ираклии в царском венце Порфирий понес крест Христа в храм Воскресения. Рядом с царем шел патриарх Захария, у ворот, которыми восходили на Голгофу. Император внезапно остановился и не мог двинуться дальше. Святой патриарх объяснил царю, что ему преграждает путь ангел Господень, ибо тот, кто нес на Голгофу крест для искупления мира от грехов, совершил свой крестный путь в уничижанном виде. Тогда Ираклий, сняв венец и Порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес крест Христа в храм. Словен воздвижение креста. Святой Андрей Критский говорит, Крест воздвигается и всеверный стекается, крест воздвигается и град торжествует и народы совершают празднество. Богослужение. Православная церковь богослужения аналогично богослужению крестопоклонной недели и происхождении честных древ животворящего креста Господня. Накануне вечером совершается всеночное бдение. По уставу в состав этого всеночного бдения должна входить малая вечерня. На малой вечерней совершается перенесение креста с жертвенника на престол. Однако сейчас совершение малой вечерней можно встретить в России лишь в редких монастырях. По этой причине в приходских храмах крест кладется на престол до начала богослужения. На утреннее Евангелие читается в алтаре. После чтения Евангелия поется воскресенье Христова видевшее вне зависимости от дня недели. Солование Евангелия и помазание елеем после чтения Евангелия не совершаются перед великим словословием. Настоятель надевает полное облачение. Во время великого словословия при пении Трисвятого настоятель совершает вынос креста, держа крест на голове. Настоятель в предшествии диакона со свечой, постоянно кодящего крест, совершает его вынос через северную дверь. Остановившись на амвоне он произносит премудрость прости, затем при пении Трапаря спасит Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победы православным христианам на сопротивные даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство, несет крест на середину храма и кладет его на налой. Затем совершается трекратное пение Трапаря Кресту Твоему поклоняемся, Владыка и Святой Воскресенье Твое славим, во время которого трижды совершаются земные поклоны. Затем поются особые стихиры, во время которых священник совершает помазание елеем, а затем сугубое ектение. Обычное окончание всеночного бдения и первый час в соборах и в приходских храмах совершается чин воздвижения креста. На литургии вместо Трисвятого поется, Кресту Твоему поклоняемся, Владыка и Святой Воскресенье Твое славим. По традиции в этот день принято надевать облачение фиолетового цвета. Крест лежит на налой до 21 сентября, дня отдания воздвижения. На отдании в конце литургии после заимвона и молитвы при пении Трапаря и Кандака Кресту. Крест уносится священником в алтарь через царские врата. Католическая церковь в экстраординарной форме латинского обряда богослужения начинается накануне вечерней праздника. Если 14 сентября приходится на воскресенье или совершается как праздник один класса, обычно же начинается с утренней, которая имеет три ноктюрна. На первом положено чтение из книги чисел. Первый ноктюрн завершается протяжным респонсорием, в котором упоминается возвращение Креста из Персии при императоре Ираклии. Хаек и Старборде Гнесима, ин Парадази и Медиа Сичуата, ин Квас и Лютис актор проприяморд мортэ молниум суперавит. Вэк рак и Спроссалинти декор фулджида, квам Хераклиус император консуписен тянима рекуперавит. На втором ноктюрне историческое чтение о возвращении Креста, на третьем ноктюрне чтение из проповеди С.В. Папы Римского Льва Великого. В Мессале имеется собственный формуляр для праздничной мессы. Богослужение открывается интраитом носотом на слова из послания об Павла к Галатам. Первое чтение из послания к филиппийцам, при чтении которого положено колено преклонения на словах, чтобы в имени Иисуса преклонилась всякая колено. Второе чтение из Евангелия от Иоанна, при фации о Святом Кресте, в целом, собственный текст С.В. Месса и официя во многом подобны тем, что используется в страстное время.